Давайте займемся сегодняшней темой. Сначала примерчик. Перещем их к Либерману. О чем пример? Специально ехал. Вот эта замечательная книжка. В некотором смысле уникальная. Она уникальна тем, что Либерман взял записи всех великих пианистов за то век. Всех тех, кого мы любим. Великих наших. Рихтера Сафраницкого, Гиддельса и так далее. И Юзину, и великих зарубежных, которые мы тоже все любим. Горвитса и Гульда и так далее. Я проанализировал, как они играют одни и те же произведения. Как они читают нотный текст. Поразительные вещи совершенно обнаружились. Все же хотят играть точно нотный текст. У всех же принцип точности. А в результате ничего общего. Как это можно объяснить? Вот тут замечательно. Третья глава как раз и объясняет. Так что, Александр, рекомендую вам. А вот я хочу с чего начать. С примерчиков. То есть мы с вами будем равнавать все равно, что соната Листа, друзья мои, что пьеса Майкапара. То есть для мастеров мелочей, легких вещей не существует. Поэтому я хочу вам примерчики показать. Вот у нас первая страница соната Листа. Одна из самых загадочных по нотному тексту. Во-первых, обратите внимание сразу, что сразу видим, что мы видим. Мы видим начало произведения с паузы. И первый такт это тишайшие синкопы. И кто это услышит? Если вы чист и слушаете, что мы слышим? Пам. Пам. Если мы пишем диктант, мы наверняка напишем это на сельных долях. Но музыка-то про другое. И так далее. Вот одна из самых... Именно первая страница. Она замечательная. Мы ее посмотрим. Я хочу... Думаю, как же нам сам? А мы сейчас с вами послушаем несколько исполнений выдающихся. Вот как играет известный вам Кристиан Циммерман эту первую страничку. Да. Смотрим нотки. Смотрим нотки. Смотрим нотки. Главная партия пошла. Ну, вообще, самое главное начало. Мы услышали. Да. Самое главное... Нет. Слушай, а не важно, что вы услышите. Важно, что вы увидите. Я сказал, услышать это невозможно. Как вы можете услышать эти паузы? Нет. Сначала мы увидели. Вот именно. Но там дальше тоже. Но давайте дальше. Нам сыграет Алексей Султан. Что это? Чего это? Правда, был измен... Или стоит какое-то изменение динамики? Чего это он? Ток Форта играет? Раз. Два. Вот это тем Мефистофеля. Запомните. Какое-то знамение по всем Мефистофеля. Поговорим о сне. Это Султанов. Теперь Ихтер. Одна из записей Ихтера. У него... Что? Четыре или пять разных записей. Но вот так это не попалось. Тоже играет один текст. Смотрит в одни и те же ноты. Ихтер не меняет динамику. Он изменил антибурацию в начале. Причем у автора стоят клинышки. А он дальше клинышки не играется. Это Ихтер. Который славится с точностью следования авторскому тексту. Видишь, что? Так, смотрите, во-первых, обращаю ваше слушательское внимание. По-первых, мы поняли, что три пианиста, именно как вам прекрасно известно, включая классика Риктора, играют один и тот же текст абсолютно по-разному. Но что они играют одинаково? Это вот эта тема Мефистофеля. Все играют одинаково. Давайте послушаем дальше. То есть у нас есть начало, которое оказывается почему-то сомнительным в смысле понимания и прочтения. Есть конец главной партии, после темы Фауста. Геллис, Геллис ослушаем примерно в то же самое время. Играя только что Риктора помните, да? Геллис. Примерно в то же самое время запись. По-раз быстрее. Какой-то не Ленто Асайи. Это Анганте. Но сохранены тлинышки, да? И сохранена динамика. Знаменитые геллиси. Дальше слушаем. Все абсолютно одинаково играют. Как на подбор. Как на подбор. Все играли по разному началу. Так. Почему я обратил на это внимание? Потому что надо нам разобраться в том, что же, собственно, Лист написал. Чтобы понять, почему, какие возможны варианты и что мы принимаем. Обратите внимание, что Риктор оказался отменьшен в спирт. Со своей педалью и протянутым первым, потому что это явно противоречит Листовскому указанию. И как же нам быть с образом Риктора, который идеально близок к новому тексту? А вы думаете, что это единственное, что это пример? А прозвучало очень хорошо. А остальных? Что? Да я вас умоляю. Нет, вы понятны. Нет, это совершенно ничего не прозвучало, а смысл совершенно другой. Причем абсолютно не Листовский смысл. Что значит прозвучало хорошо? Про что он здесь рассказывает? Здесь же страшный ад. Ад этой паузы. Тут образ фаустовский. Образ абсолютно совершенно ничего общего с тем, что Риктор нам нарисовал. Ну, то есть, что еще хорошо было? В каком смысле хорошо? Мы не знали, да. Так вот про это. Нет, понятно. Потом. Риктор играл по-разному. В этой записях он играет так. Кстати, в других записях он играет, и другую артикуляцию, и другую динамику. Как любой настоящий творческий человек, мы вообще не к тому, чтобы оценивать. Друзья мои, они все абсолютно выдающиеся исполнители. Экстраклассы, Олимп, поэтому мы не оцениваем их. Они все оттала на грани гениальности. Все. Соответственно, значит, наверняка по смыслу, по возможностям, по прочтениям это самое топ. Давайте сообразим, что здесь происходит у всех выдающихся испционистов. Вот скажите, вот вам загадка, это Суштицкая загадка. Вы профессионалы, вы смотрите внутрь, что никто из них не делает из того, что написано в первых трех тактах и дальше. Это и молодым пианистам. Что никто из них не делает? Кто-то пытается чуть-чуть. Это элемент полифонии? Там голос. Длинные голоса тянется. Именно. Никто не держит. Именно. А это чуть не самое главное, что здесь. Все играют, что они играют? Все играют фразочку. Ля, Ри, Па, Пи. Кстати, мы слышим гамму, правильно? А на самом деле это гамма. Смолите еще внимательно. Разве гамму имел в виду лист? Что в левой руке? В втором такте. Там интервал такой. Вот именно. Какой интервал? Септима. Заполнение. Да? А теперь посмотрите на главную партию. Септима. Вот на это посмотрите. Септима. Септима. Заполнение. Да, да, да. То есть другими словами. И что, и кто-нибудь вы когда-нибудь слышали эту септим? А что, лист не написал? А что, это так трудно исполнить? Нет. Сейчас я вам все покажу. Но, кроме всего прочего, несмотря на все наши, так сказать, восхищения этими выдающимися пианистами, я знаю точно одно, что они не знают, как это подирижерство устроено. Никто из них. Как нужно здесь считать, грубо говоря? Ну, какие вот предложения? Как нужно считать здесь вначале? Написано? Написано С. Какой вариант? На две вторых. В таком темпе? На две вторых. Когда мы используем аэрабрэвы? Быстрые. Да. Ну, когда мы используем аэрабрэвы? На два. На два. В быстрых темпах. Да. Ну, здесь же не просто медленно, а предельно медленно. Мысль-то правильно, только в другую сторону. Вот как? Ну, как? Если в сторону убыстрения нужно на две, то в сторону замедления как нужно? Вот что значит пианисты не преподают в наше время, то есть последние пятьдесят лет. То, что преподавали, то, что знали пианисты еще сто лет тому назад. Каждый. Ну, давайте, ликбез. Сколькими способами можно дирижировать так на четыре четверти? Давайте. Вот мы уже знаем два точно, да? На четыре и на два. Что это? На сколько? На восемь. Именно. На восемь. Ну, что бы и было. На восемь. Нет, на восемь. Что значит дирижировать на восемь, друзья мои? Ну, это же не просто себе так. Это значит, что каждая восьмушка выразительна. Жест на восемь это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где каждая восьмушка любовно, внутренне пробивается, включая паузу. Никак иначе, кроме как на восемь, сам Лист это не играл, потому что он был композитором. Кроме всего прочего, все симфонически. Как вы знаете, да, поэма, то есть соната Листа, это один из вариантов его симфонических поэм. Тоже одна частных крупных произведений в сонатной форме. Потому что он точно знал. А Мефисто Вальс помните, как начинается? Да, 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 да. Ну, это спеть-то каждый может. Что написано? Что написано у Листа? Эх, забыли. А вот пианисты же? Пианисты. Кому еще ближе Мефисто Вальс, чем пианисты? Что в первом такте у Листа? Вспоминайте. Пианисты. Трогали же, по-любому. Что написано у Листа в первом такте Мефисто Вальс? Пауза. На три восьмых. Олегро, пауза. И стоит цифра один. То есть, тра-та-та-та начинается с второго такта. То есть, раз, три-па-па-па-па-па-па-пам. То есть, раз, два, три, четыре, раз. То есть, мы начинаем со второго такта. Они с первого, как мы слышим. Три-па-па-па-па-па-три-па-па-пам. Три-па-па-па-пам. А у него нет. Раз, три-па-па-па-па-па-пам. Три-па-па-па-па-па-пам. Причем, он выписан специально. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Так помните? Прям пишет крупными, крупными цифрами для пианистов. Начинаете со слабого такта, не с сильного, сильный такт, удар по пустой паузе. Бам! Внутри. Бам! Тряпа-па-па-па-па. И первое, так же как здесь, нужно исполнить. Исполнить паузу. Так же вместо вальсе, только там вместо вальсе это быстрая музыка, но это меняет все, как вы понимаете. Вместо этого вдалбливания. Тряпа-па-па-па, это где у нас пошла, ну точно циндуем на сильную долю. Тряпа-па-па-па, мы же так тут мыслим, а у него раз, тряпа-па-па-па-па, раз, так, это там, то есть цин-по-па, там, тряпа-па-па-па, цин-по-па, тряпа-па-па. Совершенно разных тип исполнения, а раньше пианисты получали минимально, не то, что их там всех учили, дирижеры, но что, чему нас учит, как нас учит, если управляться на сольфеджио, это катастрофа. Потому что те схемки, которые у нас в детстве, мы сбиваем детям на сольфеджио, ничего общего с дирижерским, дирижерскими, живыми, насыщенными любовью к долям, к долькам, не имеют. То есть мы вот это рисуем, и вас учили, детей, это, 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 да, вместо, вместо этого, да, какая красивая сеточка на шесть восьмых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два, три, четыре, пять, шесть. Что это дети с любовью что не выучить, если их учить? Уже к сетке, к самому пульсу, к метру отнестись, как к живому, да, к долечке, полюбить долечке, что это трудно сольфеджио сделать, и ничего нетрудно, элементарно, ватсом. Ну, так, естественно, здесь, так, смотрите, я вам спою. Вот у нас большой оркестр, здесь вполне понятная какая-то инструментовка, цехат и виланчей. Ифа Гравасов, и, может быть, еще немножко короткие нотки тихих нижних валтурных. Что-нибудь так. А вы приехали. Да, мы приехали. Да, вначале сараза не станет. Вот, смотрите. Вот я у меня, вы мой оркестр. Смотрите в ноте. Смотрите, ноты, как оркестр смотрит. Нотки, и на ручке дирижера тоже, смотрите. Мы сейчас исполним это начало. Просто скажем «пам» на вторую долю. Но имеется в виду, что я дирижирую на восемь. То есть у меня раз, два, два. Давайте вместе, что? Внимание. Я, вроде, ясно, и вам так показываю. Смотрите, что я делаю. Очень большой. Где у меня тот счет «пам»? Я прям «пам» же показываю, у меня прям «опа». Есть, да? Отлично. Еще раз. Это, кстати, любого оркестран знает. Раз. Два. Тау. О. Это уже близко к этому, да? И вот мы с вами прочли то, что написано у Листа. Медленный темп на четыре части нельзя дирижировать на четыре части. Это касается таких вещей, как соната Листа, от медленных частей Бетховена, начиная, кстати, с первой же соната. И делаем не дирижирование. Для нас это не дирижирование, а для нас это ощущение пульса, правильно? Поэтому пианист настоящий, который исполняет так. И это должно передаться. Да? Это должно передаться. Особенно в зале это. Я вот сюда. Понятно. То есть у нас все оба, поэтому чуть-чуть. Потом, по той же видео написано, три пьяно. Здесь вот еще. Еще здесь. Вот мотив. Это вот этот мотив. Они прям абсолютно как у Паха. Стоит то есть симметрия и прям в одну нотку приходит. Такая соната из этого состоит. Вообще вся соната Листа, вся, все тридцать пять минут. Состоят из первых четверых тапов вообще на самом деле. Все пассажи имеют обязательно. Или вниз, или вверх. Или. Доже вариант то же самое, да? Все пассажи, все, включая все самые удобные пассажи, строятся вот на том, что Лист мог. Вам это не должно удивлять, потому что, вы же помните, что нам преподавали? Какой он автор. Какой он принципов, который у него потом и Вагнер взял. Принцип монотематизма. Помните, да? Преподавали. Это оно и есть. Это значит, что у нас есть в руках несколько нот, из которых потом выстраивается все произведение. А эти несколько нот – это интонация. Плюс ритм. Вот мы... Я могу, правда, притежировать, сыграть левую. Смотрите. Внимание. Это у меня на четвертый, это у меня раз. Это у меня два, три, четыре, и по... И тогда у меня... Я играю сейчас без этих ватронов, могу сыграть. У меня соль. Смотрите, какая соль. Есть секс-то есть? Помогу лучше. Соль, слушаем, слушаем соль. Соль, слушаем соль. Соль, слушаем соль. Соль, слушаем соль. Соль, слушаем соль. Еще я хочу услышать. О! Вот мы с вами прочли то, что у листа написано. Без всякой фразировки. Кульсируя восьмушками. Фраза у нас исчезла. Вы перестали слышать фразу. Вы стали управлять. Вы стали управлять временем. Пульсацией, паузой и полифонии. А что я, собственно, сделал? Что мне нужно, чтобы... Мне нужно чуть-чуть микроакцент на этой октаве, а потом под нее поднырнуть. То есть сыграть обязательно вторую ноту, обязательно сыграть в три раза тише. Тогда будет это. Да, сейчас... Вот без педали. Я себе ничем без педали не могу сказать. Сами сижу без педали. Чтобы показать, что мы можем делать руками. Педаль это все обогащает. Но я все это могу делать руками. Пальцами, да? Вот это я по три пьяный играю фар. Смотрите, какой у меня соль. Еще? Вот это старые волны-то все. Скажечные. И так далее. Вот тогда мы играем то, что написано у листа. И скажите мне, почему поколение пианистов, самых гениальных, этого не делают, а? Объясните мне. Это что? Это... Я вам что? Скажите, я вам что? Предлагаю. Вот то, что я вам предлагаю. Это что, интерпретация? Ничего подобного. Это профессия. Это чтение нотного текста. Обратите внимание. Я прочел нотный текст чуть более подробно, чем это принято в традиции слуховой. Всегда вспоминаю эту одесскую шутку. Внучек, не играй по слухам, играй по нотам. Все же по слухам играют, включая рихора. Потому что ему сказали, надо выразительно играть этот спуск вниз. И он так и... Отец ему когда-то сказал, и он даже это не подвергает никакому сомнению. Он считает, что вот эта вот октава стоящая, как будто он не знает, что у Лисса в фауссимфонии, в прелюдах и так далее. Если стоит вот такая октава, это обязательно третья, четвертая валторная. Вот они поставили, и внутри струнные играют. Внутри струнные играют. Сколько угодно таких примеров. Валторная? Валторная у меня звучит, не рояль. Слушайте. Рояль в состоянии это делает. А я вот так вот сижу, понимаете. Нет, я никакого труда не составляю. Потому что это по имени от профессии. И это можно научить. Я это могу научить кого угодно. Каждого из вас могу научить это делать. И любого мотивированного ребенка я могу научить это делать. Потому что я сам это умею и знаю, что я делаю для того, чтобы получить это. Давайте дальше смотреть. Я не даром ваше внимание на то, что все одинаково играют в мефистофельскую тему. Ну вот, мы с вами поняли, да, что? Нет, не забрали. Сейчас. Я просто не вижу. Я не вижу. Курсорчика. Да нет, я курсорчик. А вот. Вот. Вот эту тему, да? Давайте я вам ее сыграю. Как все играют. Все играют так. Почему так все играют? Потому что, смотрите, у листы, если мы присмотримся, да, там вот тут мои пометочки есть, да, а вот то, что напечатано. У листа стоит вилка. Во-первых, форта-барката, да. И стоит такая вилка. И все честно ее играют. Все честно ее играют. И дальше то же самое. Все без исключения. То есть, почему-то они считают, возможно, что можно отменять то, что написано листом в начале, а тут они все честные. Вдруг. А давайте посмотрим, что благодаря этой вилке отменяется написанной листом. И что связано с тем, что мы уже поняли первых двух тактах соната. Напрямую. Давайте уберем вилку, просто уберем, и посмотрим, что же написано листом. Вот тут у нас уже вступает то, что понял Либерман. То, что на самом деле, опять же, Либерман на самом деле нам рассказал то, что понимали сто лет тому назад, но забыли. Консерваторской традиции, Гнесинской традиции. Во всех. От колледжей до вузов. Начисто. Забыли. И когда Либерман это написал, все сказали, о, как интересно, он запирает руки в пианистов. И все ничего не поняли и не захотели понять, что написал в третьей главе. А на самом деле, то, что написал в третьей главе это ключ ко всей проблеме нашего пианистического взаимоотношения с нотным текстом. Если бы это прочел бы Рихтер, я уверен, что он пошел Либерман. Он бы сказал, я буквально сейчас изменю половину того, что я играл в своей жизни. Просто потому, что Либерман нам объяснил, как устроен нотный текст. Вот на этот пример из Мефисовских хитей давайте посмотрим просто. Мозги подключим и уши. И посмотрим, что уже написал лист как композитор. Как композитор. Ведь его вилочка вот эта. Это что, композиторское указание? Нет, это исполнительское указание. А что как композитор написал? Давайте послушаем. Тихонечко поиграем. Медленно и тихо, да? Такая гармония. Секс-аккорд. Дальше смотрите. Потом смотрите, какая красота. Какая невероятная красота. Это вагнеровская гармония. Кто-нибудь когда-нибудь ее слежал здесь? Да никто. Она описана. Это еще красивее. А это причем очень характерно для листа. Если вы помните долину Абермана, например, там вот на этих гармониях такого типа, выплывающих, все построено. Это что, просто красиво? Нет, это не просто красиво. Это не дар Медалин Абермановского. Это какая-то очень существенная часть атмосферы романтической и романтической образности. Если мы, но, мы же не можем взять и отменить главное указание форте-маркату. Вот форте-маркату это композиторское указание. А вот вилочка это исполнительское указание. Поэтому мы можем сыграть так. Что я сделал? Я отменил вилочку. Я сыграл сначала маркату с рома Мефистофеля. Один лик Мефистофеля, активное звук. Потом поднырнул. Для чего? Почему я изменил отменил вилочку? Потому что мне интересно, что композитор написал. А композитор написал потрясающие гармонии, которые из-за вилки вот этой вилки никто никогда в жизни не слышал. Хотя видеть тут нечего. Все видно. И это связано с этим шансоль. Это идея удерживая гармоника. Вот этих уплываний. то есть это имеет еще отношение и главные партии, но и не главные, к вступлению, из которого потом рождается весь материал цена. Никто даже не пытался. Сейчас я вам поставлю. Очень интересно, самое, как играет один из моих учеников. Боря Кривошейн. Он закончил три, по-моему, там назад закончил у Тамары Русановой Академии Гнисиных. И ко мне как бы пошел к частному аспирантуру. Сейчас он в Чикаго. Очень успешно. Мы продолжаем с ним заниматься, и он мне участник. Все мне показывает, мы с ним подробно. Абсолютно. Вот он мне прислал с хребом саратуристов. Обратите внимание, как он играет. Это такой нут. Это пока еще черновой вариант. Давайте. Тут есть некие тонкости. Давайте послушаем. Прямо подержать. А8. Соль. Что видим, то слышим. Нажаваем. Слышите соль? Будет интересно, как он с Мефистофием будет справляться. Главное спасибо. Это фауст. Мефистофия пошла. Главное спасибо. Забыл. Сыграл стандартный вариант. Теперь вспомним. Главное спасибо. Вспомним. Вот так работает. Понимаете? Вот так. Вот так работа идет. Может быть, свет, конкурсы и так далее. Мы просто внимательно прочитали. Обратите внимание, что получилось. Мы обратили внимание на композиторскую идею. Что более существенно, гармоническая идея или вилочная. И полифоническая она же. Потому что это и полифония одновременно. Вот тут-то у нас Либерманда нам это и объяснил. Я очень долгий год. Я с Кадая играл на третьем пульсе сарантулистов. Кстати, еще успешный. В институт бегал слушать. Я еще этого всего не знал. А Либерманда написал, когда я был уже в эспарантуре. Я прямо к нему прочел, я к нему прибежал и говорю, Евгений Яныч, вы открыли просто целый мир. Стало понятно, что происходит. Он у него я вам рекомендую, он очень тонко об этом пишет. В этой третьей главе. А я вам очень просто объясню. Просто сам простейшим образом. Уже объяснил, но могу повторить. Во-первых, не нужно пользоваться определенной терминологией. Что такое нотный текст? Называем его просто авторским текстом. Ничего нового, правильно? В этом авторском тексте нужно различать два уровня. которые мы тоже уже обозначили. Какой? Композиторский и исполнительский. Вот исполнительский. Почему? Потому что любой композитор, а уж тем более выдающийся пианист, как Шопен, Лист, Рахманинов, Прокофьев, уже момент написания своего произведения, кроме того, что они сочиняют композиторы ядро, они тут же в этот же момент уже и во время записи, и во время игры выступают как кто? Как интерпретаторы, собственные произведениями. И огромное количество, и Либерман обратил на это внимание, огромное количество пометов, вилочек, и мною еще пометок, являются интерпретаторскими намерениями композиторов, причем они могут меняться, что мы, кстати, наблюдаем в разных изданиях. Вот Шопен, в этом связи, один из самых богатейших, то есть даже его ученики между собой, так и договорились, такую динамику выставлять вон актюрных, и вплоть до мелизматики. Мы до сих пор имеем целый корпус изданий Шопеновских, причем его, его учеников, его учеников, его учеников.